МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Внимание! Начали! Обычный химкинский двор превратился в съемочную площадку. Снимают эпизод сериала «След», ставшего самым продолжительным в России. В этой сцене главному герою, роль которого исполняет Павел Шуваев, пытаются незаметно передать информацию для расследования. В роли Лисицына – Георгий Тесли Герасимов. Вот, да, полеги. Живет здесь, Катынский. Хостель. Съемки развернули в одном из дворов на улице Ленинградской. Специалистов по подбору локаций привлек красивый фасад дома и наличие арк, где по задумке будут снимать экшн-сцены с нападением и захватом подозреваемых. У нас вымышленный город идет по сюжету. Нам нужны были, ну, такие какие-то старые дома. У нас сейчас здесь три дневные сцены, вот. А потом мы еще сюда вернемся ближе к вечеру. Еще у нас здесь сцены вверх. Там у нас будет экшн, драка, нападение на девушку, начало серии. Один эпизод «Следа» снимают в среднем пять смен. Как рассказывают киношники, в этот раз она началась в 8.30, закончится в 23.30. Работать приходится оперативно, ведь в месяц успевают снимать 16 эпизодов сериала. Часто снимают несколько серий одновременно. Камера одна, то есть снимаем, как старые добрые времена, киношным методом. Сам поставил, сам снял. Но одной камерой, как практика показывает, картинка лучше получается. То есть удобнее по свету дубли. То есть сцена проигрывается несколько раз. И мы снимаем, грубо говоря, общий план. Потом разбиваем на крупности под монтаж, то есть и на нужные детали. Чтобы сцена с двумя действующими лицами получилась, необходимо сделать минимум три кадра. Если героев больше, то количество технических дублей увеличивается. Когда эпизод сериала будет отснят, материал отдадут в постпродакшн. Так что посмотреть эту серию, по словам режиссера, можно будет не раньше, чем через полгода. След не единственный пример известного проекта, съемки которого проходили в Химках. Нередко работники киноиндустрии выбирали известные места городского округа для создания полнометражного кино. Например, популярный фильм с Данилой Козловским «Тренер». По сюжету капитан сборной России Юрий Столешников не забивает пенальти на последних минутах решающего матча, из-за чего его команда не попадает на чемпионат мира. Герой принимает решение завершить карьеру игрока и уходит тренировать команду «Новороссийского метеора». На стадионе «Арена Химки» сняли поворотный матч, где команда Столешникова встречается с «Торпедо», руководство которой подкупило судью. Арбитры активно подслуживают сопернику. Он 60 секунд сдал! 60 секунд он сдал! Ровно минуту он готов был выйти! А этот не застил специально! Эй, судья! Покойно! Сюда смотри, я с тобой разговариваю! В Химках снимали и известный сериал «Метод». Площадка перед театром «Наш дом» на время стала вымышленным городом под названием Аркадьевск. Здесь произошло массовое убийство. Мэр города просит начальника полиции незамедлительно найти преступника. Ведь скоро день города. Город оповещали о происшествии? СМИ журналистов? Нет, пока прессу не стали давать никаких деталей. Просто пожар. Своих мы контролируем, чужих заворачиваем. А вот так вели съемки сериала «Скорая помощь», которые прошли месяц назад на театральном катке. Но актерам даже не пришлось надевать коньки. Героев возили на специальной платформе. Это не полный список того, что снимали в Химках. Близость к столице и наличие интересных локаций всегда привлекает в городской округ работников киноиндустрии. Ксения Абрегина, Алексей Сыченко. Специально для Химки ТВ.